Доброе ранец, Беларусь! Доброе утро, любимая страна! Мы продолжаем встречать вместе с вами утро пятницы, 16 августа. На календаре и просыпаемся мы на телеканалах Беларусь-1 и Беларусь-24. Присыпаемся обязательно в хорошем и информативном настроении. Этот вуз признают кузницей кадров для агропромышленного комплекса. За 70 лет им подготовлено десятки тысяч специалистов для, собственно, агропромышленного комплекса нашей страны. Да, и в разгар уборочной кампании об итогах вступительной в Белорусский государственный аграрный технический университет. Поговорим с его проректором по идеологической и воспитательной работе Владимиром Синельниковым. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Владимир, как бы вы охарактеризовали нынешнюю вступительную кампанию? Для нашего университета прошел лишь один этап вступительной кампании. Мы завершили набор студентов на дневную форму обучения. Прием абитуриентов на заочную форму обучения у нас еще предстоит в ноябре месяце. Если говорить про нынешнюю вступительную кампанию, то можно отметить, что характерной чертой стало то, что студент приходит более мотивированный. То есть они конкретно знают, чем хотят заниматься и потом пойдут по профессии работать? Абсолютно верно. Студент представляет то, с чем он столкнется на будущей работе и мотивированно выбирает ту специальность, которая лежит ему ближе по сердцу. А есть какая-то статистика, которую специальность в этом году выбирает чаще всего? Да, конечно, уже подведены конкурсы. Все специальности, на которые осуществлялся набор, востребованы оказались. Но наиболее востребованной оказалась специальность охрана труда на производстве. И это неудивительно, потому что только наш университет готовит специалистов под данные специальности на всех ступенях. Начиная от бухгалавриата и заканчивая подготовкой кадров высшей научной квалификации. Также востребованными специальностями оказались энергетическое обеспечение сельскохозяйства, технический сервис в агропромышленном комплексе и другие специальности. Но хочется поговорить еще и про выпускников, не только про абитуриентов, потому что среди выпускников есть даже министры сельского хозяйства и продовольствия, послы Беларуси в других странах. Также ряд успешных директоров, агрокомбинатов и руководителей различного уровня. Вот насколько вообще охотно молодежь сегодня поступает в ваш вуз? Ну как мы уже поняли, что к вам идут знающие люди, знающие люди чего хотят. Да, действительно, университет гордится целой плеядой своих именитых выпускников. Наверное, тяжело назвать какие-либо фамилии, чтобы не обидеть. Я думаю, что в каждом сельскохозяйственном предприятии трудится наш выпускник. На протяжении последних пяти лет наш университет не видит проблем с абитуриентами. Люди охотно приходят. И по окончании университета наши выпускники находят себя не только в сфере агропромышленного производства, но и в других сферах народного хозяйства. Это отлично. Но на самом деле, может быть, в этом году введены какие-то новые специальности? Вы знаете, сельское хозяйство развивается семимильными шагами и внедряются новые технологии, происходит цифровизация. Поэтому для подготовки высококвалифицированных специалистов мы используем в рамках уже существующих специальностей различные профилизации, которые учитывают большие знания студентов в области IT, в области цифровых технологий. Что касается новых направлений, то у нас в университете активно развивается направление программирования и использования дронов. Совместно с Республиканским объединением Белагросервис при содействии Департамента авиации мы разработали учебную программу по переподготовке кадров, которая будет рассчитана на программирование и управление дронами в сельском хозяйстве. А расскажите, мы, конечно, недалеки от сельского хозяйства, но все равно я не могу сообразить своим женским умом, как же дроны в сельском хозяйстве принесут большую помощь. Что они будут поливать, удобрять, сесть. Вы знаете, целый спектр работ требует точного или даже точечного проведения каких-то агротехнических операций. И дроны, как никто лучше, способствуют этому. Это от мониторинга посевов, заканчивая внесением отдельных видов средств защиты растений. А мониторинг посевов, то есть теперь специалисту не нужно выезжать в поле, он может вот, скажем, с высоты птичьего полета... Причем в режиме реального времени может смотреть, как развивается та или иная культура на поле. Сидеть где-то в кабинете, условно. Абсолютно верно. То есть смотреть, чтобы все участки были засеяны, все прижилось, выросло. Я, конечно, очень по-диретански рассуждаю, но это действительно достижение. Но все-таки хочется от дронов к людям перейти и про них поговорить. Ваши студенты, они в основном из городов или же из деревьев, вот кто они? Вы знаете, в настоящее время можно констатировать тот факт, что у молодых людей меняется устоявшийся стереотип о том, что сельское хозяйство это что-то устаревшее и немодное. Как это ведущая отрасль экономики? Да, молодые люди, зная и видя то, что происходит у нас в реалиях, они понимают, что в сельском хозяйстве внедряются технологии, которые не уступают ведущим промышленным предприятиям. И поэтому динамика поступления студентов из областных центров, из города Минска с каждым годом все выше. На сегодняшний день у нас в университете учатся порядка 19% студентов, которые являются жителями города Минска. Вот так. А скажите, вот в прошлом году, в прошлом году или пару лет назад были введены агроклассы. Как это вообще повлияло на развитие в принципе обучения в сельском хозяйстве и на профориентацию будущих студентов? Ну, вы знаете, агроклассы начали действовать с 2017 года. А, то есть я немножко отстала. На сегодняшний день более 600 агроклассов действуют по всей территории Республики Беларусь. И они принесли огромную пользу. Начиная с 10 класса, 10-11 класс, в рамках дополнительных факультативных занятий, школьники знакомятся с сельским хозяйством. Они видят, как происходит производство, приезжают к нам в ВУЗ, мы проводим для них профориентационную работу прямо на ВУЗе. Они приезжают в различные сельскохозяйственные, передовые сельскохозяйственные предприятия, где знакомятся с технологиями ведения производства. И это дает дополнительную мотивацию будущим абитуриентам для поступления и выбора нашего ВУЗа. Вот так вот. Ну и вообще, мне кажется, это дополнительное развитие дает каждому человеку, потому что если ты не поступаешь, все равно в жизни это понадобится. Абсолютно верно, потому что ведь помимо каких-то специальных знаний, они получают углубленные знания по таким дисциплинам, как математика, физика, биология, которые в дальнейшем помогают при поступлении в наши учебные заведения, высшие учебные заведения. Спасибо вам большое. Спасибо за интересную беседу, за то, что пришли к нам рано утром и рассказали столь полезную информацию. Напомним, вместе с нами свое пятничное утро начинал проректор по идеологической воспитательной работе Белорусского государственного аграрного технического университета Владимир Синельников. Спасибо огромное. И хорошего дня.